Законодательное собрание Челябинской области является учредителем 14 премий в различных отраслях. Среди награждаемых областным парламентом работники культуры и социальной защиты, здравоохранения и образования, физкультура и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, строители, дорожники и предприниматели. Есть также премия «Общественное признание», которая вручается за многолетний добросовестный труд, активное участие в деятельности ветеранских общественных организаций. Ежегодно 100 человек становятся ее лауреатами. Также в областном парламенте ежегодно присуждается премия в сфере молодежной политики. Кроме денежного вознаграждения, лауреатам вручается диплом, медаль и нагрудный знак. Отбор кандидатов проводится с учетом конкретных заслуг претендентов и основных направлений трудовой и общественной деятельности. Награждение лауреатов премии традиционно проходило в законодательном собрании в торжественной обстановке с приглашением родственников и коллег. В этом году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение об изменении формата вручения премий. Теперь депутаты законодательного собрания лично поздравляют каждого лауреата, посещают организации и учреждения, где они трудятся. Так, в депутатском центре Всероссийской политической партии «Единая Россия» премию ЗСО в сфере культуры и искусства вручили Светлане Гревцевой. Председатель законодательного собрания региона Владимир Мякуш отмечает, что такой формат вручения премий позволит поближе познакомиться с учреждениями, где работают лауреаты, узнать об их проблемах и достижениях. Конечно, необычный формат, но я сказал нашим лауреатам, что они запомнят этот год на долгие годы, потому что в таком формате никогда, наверное, больше не будут вручать награды, как вручали в 2020 году. Это связано, конечно, с коронавирусом, и, как говорил президент Российской Федерации, для нас самое ценное, самое важное и приоритет – это здоровье наших жителей, здоровье жителей Челябинска, особенно тех людей, которые сегодня внесли достойный вклад в развитие культуры, науки, в образование, в социальную защиту населения. В рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» в общественной приемной Верхнеуральского местного отделения партии «Единая Россия» три многодетные семьи получили планшеты. Это семьи Шошиных, Матвеевых и Барановых. В преддверии Дня России планшеты от депутата были вручены руководителем общественной приемной Ольгой Никоновой. Региональное отделение партии «Единая Россия» и средств партийных взносов для организации дистанционного обучения закупило 500 планшетов. Партийный проект призван помочь нуждающимся семьям и позволить ученикам полностью освоить школьную программу. 18 июня состоялось очередное 66-е заседание Собрания депутатов Верхнеуральского района. На этот раз оно прошло в онлайн формате из-за вспышки заболеваемости коронавирусом на территории муниципалитета. «Я обратился с просьбой к Ивану Михайловичу, чтобы сохранить, избежать риски заражений, значит, сохранить здоровье всех нас, вас, всех нас, значит, провести и собрание депутатов в режиме видеосвязи. Эта система, она опробована, опробована, мы уже на протяжении полутора-двух месяцев все совещания, начиная с уровня УФО, губернатора и главных поселений проводим в таком режиме. Но это достаточно эффективно и безопасно». С докладом о состоянии безопасности дорожного движения на территории района выступил временно исполняющий обязанности начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Верхнеуральскому району Михаил Мальцев. За пять месяцев текущего года зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. Это на один случай больше в сравнении с 2019 годом. 16 человек получили ранения против 13 по сравнению с прошлым отчетным периодом. Пять человек погибли, что на два человека больше, чем в 2019 году. Заместитель главы района по строительству и ЖКХ Валентина Мухудинова довела информацию о проводимых работах и дальнейших планах в сфере дорожного строительства. «Согласно плану мероприятий в 2020 году планируются следующие виды работ. Грегировка дорог 628 километров, установка дорожных знаков в количестве 150 штук, нанесение дорожной отметки в объеме 35 километров, и установка светофоров в 5 штук, и установка осветительных приборов в 175 штук». Глава муниципалитета Сергей Айбулатов довел информацию о реализации программы «Реальные дела» в 2020 году. В Верхнеуральском районе проект сформировался в результате наказов избирателей, сходов и обращений. Появились дополнительные ресурсы, которые при поддержке депутатов законодательного собрания и губернатора Челябинской области были направлены на реализацию поставленных целей. «В 2020 году Верхнеуральскому району по этой программе было выделено 21,4 миллиона рублей. Основные средства направлены на объекты социальной сферы. На объекты социальной сферы будут заменены окна на пластиковые, на сумму 5 миллионов рублей, что составляет 23% от общей суммы финансирования. На ремонт памятников затрачены 870 тысяч рублей. Все видели, что мы все памятники к Дню Победы, все памятники в поселениях в каждом маленьком поселке все отремонтируем. Ремонты в школьных и дошкольных учреждениях на сумму 4,6 миллиона рублей, в клубах на сумму 1,7 миллиона. Установка детских площадок еще на 2 миллиона рублей, хотя, казалось бы, уже везде детские площадки поставили, но, как показывает практика, заявки на детские площадки продолжают поступать. И мы этим вплотную занимаемся. И установка остановочных комплексов в городе Верхний Ураль. Также были рассмотрены вопросы о назначении выборов депутатов районного собрания, о внесении изменений в решения о бюджете, а также о принятии и передаче имущества и части полномочий в поселение.